добрый вечер друзья опять вместе подумаешь три с половиной тысячи фильмов позади большая часть забыта но самое неприятное другое и так был золотой век садоводства давали дачи появилось огромное количество учебной литературы журналы газеты многие начали использовать советы эти не успевали сады они их и уничтожили это было на моих глазах это с 85 года моя сознательная жизнь садоводческая по 2000 наступил третий век я взялся за работу надо было вернуть здравый смысл садоводства ни черта не получалось информацию я приобрел уникально начал печататься в писательном хозяйстве ваши 600 как крупнейшие газеты нескольких региональных газетах крупнейших сибирских газетах дальний восток я приобрел много сторонников это был расцвет садоводства да и ваш неплохо скажем годом процент отечественных саженцев которые можно было приобрести поменчался приток слава как-то бытовод называлась да слава этой самой международной торговли и к нам хлынули южные саженцы все обреченные на смерть официальная власть этого не заметили я заметил по горячему ко мне молодому уже можно сказать журналисту публицисту хлыну поток писем отдельные дни до 40 штук если считать 40 штук за норму ящик не вмещались на третий этаж поднималась бедная несчастная усталая почтальонша и вручал руки и говорят что это самая должна лезть на третий этаж ящик переполнен то есть она была вынуждена это делать а я был вынужден потом годами 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 днями месяцами ночами разгребать эти крики души все было настолько страшно я отвечал каждому вот каждому буквально подробные письма подробные интернете тогда и не мечтали часть писем я не сохранил они очень важны и когда я понял что они уже никому не нужны в это время появилось потому что появилось цифровое это технологии и мы стали общаться только с помощью интернета уже несколько недель даже месяцев ящик почтовый пуст нет больше этого самого ничто изменилось и те же горькие письма теперь мне пишет по интернету страшное все страшно еще там с нечем было окончательно сдохли наши отечественные или такой дрянь высылает это невероятно последний пример был когда мне прислала горько письмо и фотографию я попросила у темирянской академии у их питомника саженцы сказали приезжать нельзя мы сами привезем оплатила привезли и вот фотография на одном из вебинаров показывал такое дерьмо такое дерьмо ведь это ж темирянская академия до того опустился что не умеют вращать саженцы и вот получилось что много писем ваши друзья содержатся нижней информации и я придумал новую рубрику называется опыт моих друзей и опыт моих учеников итак это уже не сегодня началось но сегодня это продолжится поехали пробег сергей еще не спросил его согласия но по-моему не против публичности давайте поехали сейчас мы с вами будем смотреть сюда и слушать а где то я буду устанавливать и комментировать внимание да спасибо но там был добавлен крупноплодное железо подписан так я так понимаю что может быть боевые заменили этими косточками вот ну а Екатерина Кузнецовой фильм я смотрел и и фильм смотрел и фильм который она вам присылал смотрел Карташова это ее фамилия по мужу вообще она Кузнецова а так смотрел я ее фильм ее ролик да интересный действительно получилось и файл у нее там вообще удачный получилось крупнее даже чем у вас так что я играю не разочарована вот у меня сейчас мысли как правильно все это теперь сделать вот как ничего не ошибиться короткий комментарий администратор моего сайта на тот момент много лет назад была совершенно симпатичная девушка компьютерщик но полный ноль с удовольствием вот вот я чуть ли не навязал косточки но больше у нее не было ни сил ни времени кстати сейчас она еще и даже еще и еще и еще и медоносом работает медонос это образное название все вот вот и так все ее увлекло боже мой у нас и у меня это 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 при том, что я железу подвергнусь не только, кто-то называет меня очень положительно, а кто-то буквально ненавидит. За что? За то, что я проверк саму идею, что с этих, вбитую в голову, даже выпускникам той же темирязи, вбитую в голову, что только дички, только жердели вырастут из культурных абрикосов. Ни малейшего понятия, что пришло время, что когда-то ты взял этот товарищ, которому прислали чертежи парашюта, и этот чиновник, который ни разу не летал, сказал, парашюты мы делать не будем, потому что если летчик прыгнет с парашютом, у него торгутся ноги. Вот это и есть тот самый уровень наших оппонентов. Ну а я продолжаю. Вы мне советовали сделать грядку, высадить пока что грядку, а потом пересаживать. А у меня все-таки мысли другие. Я хочу сразу, чтобы иметь корни собственные, сразу сажать на холмы. Ну, я в принципе, наверное, так и сделаю. А потом уже буду путем отбора что-то убирать, что-то пересаживать. Так что все нормально, Олег Константинович. Главное, чтобы все получилось. Дай Бог здоровья и вам. И, как говорится, чтобы я еще пожил меня, насколько-то хватило. У вас большая надежда была у Милкинкова. Грамотный человек. Посмотрел я тоже его фильмы некоторые. Очень жаль, конечно. Связался с Ольгой. Хочу Ольге заказать там клубнику Марина. Кое-что. Заказал, кстати, Далматов. Мастик уже заказал. У Далматова. Вот. Ну, все, конечно, интересно. Можно теперь работать. Спасибо, Олег Константинович. Друзья мои, мой комментарий. Мы продолжаем в одной связке работать. Нету Еликсевича Царства Небесного. Есть его жена-продолжатель дела. Есть третий друг из нашей когорты, из небольшой, к сожалению, Далматов Валерий Александрович. Его лак-пластика бесподобна. Я ее пользуюсь и вам советую. Вот. Это я по ходу комментирую. Воробьева Сергея. Чей голос вы сейчас слышали? Быстренько заскакиваем ко мне. Вот сюда. Я не могу ничего пропустить. Что он упомянул? Все-таки садить на постоянное место. Вот. Это называется герою, поем мы песню. Вот смотрите. Быстро. Ой, не туда. Сейчас, сейчас, сейчас. Значит, посадка семян. Вот видите. Сейчас я быстренько. Вот что получается. Сейчас я найду подходящую и прокомментирую. Мы можем, даже говоря, долго. Не обязательно торопиться. Можно сделать несколько серий. Правильно? Это мы бесценные фотографии. Они нужны будут науке. Потому что здесь все по-другому. Здесь, видите, персик. Он никогда не погибнет. Вот. Просто так. У него над землей находится то, что мы называем как-то называть-то. Вот. Ну, в данном случае, видите, семя доли и росток. То, что положено быть над землей. А когда закопает на 5-7 сантиметров, вот тут-то и трагедия-то случается. И те, кто закапывает, те, кто учит копать, они даже не ведут, что творят. Но это я к слову пришлось. Вот. У него уже такая, с моими кочками, Горобева Сергея, такая беда уже не ждет. Согласитесь? Сейчас я найду подходящую фотографию. Говорю, нужны новые книги. Вот, кстати. Он же так не посадит. Это посадка на смерть. Видите? Небоку закопанные. Почему об этом куча книг, куча статей? Как это могло случиться? А потом, ой, абрикосов стране нет. Ой, абрикосов стране. Ой, беда какая. Вот. Вот еще один. Я отвлекся. Ну, что, видите, вон семя доля. Вон она где. Сантиметр в пяти ниже. Видели? И вот тут основание штамба, вот этот штамб, еще пять этих сантиметров, больше семи долей, сгниет. Это сто процентов сгниет. Как это случилось, что надо было мне? Начался 20-й век. Сегодня 22-й год. Сколько же можно где-то долбить, долбить, долбить? А вместо этого злоба тем, видимо, тех, кто всю жизнь учил неправильно, сейчас не может им, не могут они пересмотреть. Свои эти самые. Не могут. Кстати, почему я советую садить отдельной школкой? Мыши лютуют, буквально лютуют. Вот. Они умудряются даже выкопать. Вот в чем дело. Вот. Школку легче сохранить. Ну, это школки плюс. А минус какой? Потом пересаживать. Конечно, пересадка это минус. Сейчас я иду в какие-нибудь фотографии. Да, может, вот это. Вот посадка на холмы готовая. Это мне прислали фотографии. Посмотрели, полюбовались. Только это уже не холмы, а гряды. Ну, то есть, как бы мы попутно будем и учиться, и мои друзья, и ученики будут делиться своим опытом. Сейчас найду еще какую-нибудь фотографию. И дальше пойдем. Есть вот подходящие. Есть. Есть. Бесценные фотографии. Бесценные. Ни у кого нет такой коллекции из 10 тысяч фотографий. Ни у кого на всей планете. Вот. Вот видите, вот это уже перебор. Но я, тем не менее, скажу, да, большая часть из них погибает. Попробуйте посадить так, чтобы вот этот росток семидоли были над землей. Вот это под землей. Вы знаете, еще не поздно. Еще посадишь и вдойдут. Но именно они-то обеспечат посадку достаточно густую. А если садим спящие на постоянные места, хом, 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 смотришь, три холма пустые, на четвертом что-то есть. Три холма пустые, на четвертом что-то есть. Вот. И когда мы будем садить чуть-чуть до клюнувшейся, вот тогда мы получим успех. Вот правильная посадка. Вот. Чуть-чуть прикапываем, символически. Ну, тогда мыши. И опять плохо. И не бывает идеальных технологий. Вот. Не бывает. При одних и тех же условиях, при стратификации. Одни сгнивают, другие растут. Это при том, что один тот же солнце, но этого же дерева. Вот уже потери. Видели? Вот. Еще холм. Вернее, да. Сейчас я хотел, у меня есть одна-две фотографии подходящие. Про холм. Про холм, про холм. Вот так помаленечку будем рожевывать, рожевывать. Наши оппоненты, к сожалению, пользуются старыми сведениями, сами не проверяли, повторяют, как попугай. А потом, в сравнении, из-за этого нет. Груш нет, и абрикосов нет. Вот тут самое страшное, что они так слабы на выпривании. Ой, как они слабы. И никто этого не знает, и никто не разделяет. Пишет, яблоня, запятая, груша. Завтра вебинаре я об этом расскажу. Яблоня, запятая, груша. Да они антиподы. Яблоня держат, клаву, груша не держат. Да какого черта вы их в одну кучу-то мешаете? Как получилось, что до меня ни один человек на планете не сказал, что это антиподы? Ну, где вот, где это, где это, где это, где это, где это? Или уже пропустил? Я волнуюсь, вчера было 90 на 70, сегодня это 160 на 90. Вот. Ну, вот это, например, фотография. Будем дальше, не пойдем. Вот посадка на холм. Когда щедро, кто-то взял, посадил их раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, одна в сторонке. Вот эти можно откопать, пересадить. Вот. Но если садить по одной, многие холмы будут пустые. То есть, но тем не менее, крутоватый холм. Уже надо брать перегон и вот так вокруг обкопать. Вот примерно, вот, маленечко я вам рассказал, кое-какие уточнения. Назовем это уточнением. Так, где мы были? Где мы были? Сейчас надо вспоминать. Сейчас и проверим. Уже есть над чем работать. Да, Валерий Константинович. Нет, наверное, вот здесь следующее будет. Понятно. Спасибо, Валерий Константинович. Каталог нужен. Весной заказывать саженца. А мне не по чему заказывать в своем телефоне. Я не могу даже рассмотреть и толком прочесть фотографии, которые есть в каталоге. Вот. Каталог очень, конечно, нужен. Что касается саженцев, что касается саженцев, тут Сергей маленечко пролетел. Вот. Люди загадя заказывают, оплачивают, а потом еще бывает по полгода вот тут. На весну заказы практически уже не принимаются. Вот. Уже по сей вечеру рассылают. Они еще есть, но у них уже есть хозяева. Вот. Конечно, я в таких случаях говорю. 913 444 3178. Невестка Железова Татьяна Александровна. Вот. А друг скажет, да вот тут кто-то отказался от заказа. Пожалуйста. А мы идем дальше. Далматов рассказал, как он сочетает. Константин Комстр и вчера персик. У них все получилось. Подробный конспект есть, могу поделиться. Обязательно надо поделиться. Прямо-таки обязательно. за длинные фильмы я получаю от вас. Долго смотреть устаем. Назовем это серия за номером 2. там будет написано так. Опыт моих друзей. Сергей Воробьев. Серия номер 1. А мы сейчас закруглимся. Кое-что вы узнали. Понемножку. И во второй серии мы узнаем, как Долго тратим серию с этим колоной. Все, друзья. Мы пока заканчиваем. Выходим отсюда. Так. Выходим отсюда. Отсюда. А вот закругляемся. Пока закругляемся. Вот серия номер 1. Закончилась.